Состояние и перспективы развития всех видов транспорта обсудили в областном правительстве. Проблем в сфере, как выяснилось, масса. Одна, другой важнее. Самый востребованный транспорт – общественный. Протяженность маршрутных сетей – 7 тысяч километров. Перевозки осуществляют 70 предпринимателей. Болевые точки – дефицит квалифицированных водителей. Нелегалы – отсутствие культуры обслуживания. Департамент дорожного хозяйства и транспорта со своей стороны проблемы решает постепенно. Начали с обновления парка. Срок эксплуатации 70% подвижного состава пригородного и межмуниципального сообщения меньше пяти лет. Для повышения мотивации перевозчиков омолаживать автотранспортный парк разработаны условия начисления им дополнительных баллов при рассмотрении конкурсной документации на право работы на маршруте с учетом года выпуска транспортных средств. Тема болезненная и проблемная настолько, что любое обсуждение превращается в разбор полетов, а заседание правительства напоминает урок. Павел Коньков возмутился тем, что до сих пор не работает система ГЛОНАСС. И об отклонении транспорта от маршрутов информации нет. Хотя все машины оборудованы. Каждый день на стол начальника департамента транспорта давно ложится информация. За вчерашний день отклонения от маршрута такие, 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 такие. Система позволяет уже это сделать технически. Остается программное обеспечение и соответствующая работа в этом плане. Губернатор дал поручение решить проблему до ноября. Андрей Шушкин занял глухую оборону и в вопросе реализации транспортного аспекта программы «Доступная среда». В июне текущего года постановление правительства принимает решение о создании плана мероприятий по повышению показателей доступности. Мы до октября месяца должны этот план сформировать. От вас опять поступают предложения в части только муниципальных образований. И то есть 27 вам удалось собрать информацию по 14 муниципалитетам. В регионе 92 тысячи инвалидов, 25 тысяч из них колясочники. Для этой группы населения транспорт не оборудован. Губернатор поручил чиновникам Дорожного департамента найти решение этой проблемы и сам предложил несколько вариантов. Давайте мы в конкурсную документацию введем, что, скажем, одна маршрутка или один автобус на этих маршрутах для начала должен быть обеспечен подъемными устройствами. И чтобы на остановках висело расписание, когда подобный автобус проходит. В октябре торжественно откроют отремонтированное здание автовокзала. А вот с железнодорожными воротами города – дилемма. Денег у муниципалитета на благоустройство площади нет. Разработана проекта смертная документация, который планировался реализовать по благоустройству привокзальной площади в текущем году. К сожалению, финансовые возможности администрации города и областного бюджета не позволили выполнить эту работу в текущем году. И запланирована эта работа на 2016 год. Развитие авиаперевозок – еще одна транспортная проблема. В прошлом году Ивановский аэропорт обслужил 22 тысячи человек. Для сравнения, чтобы выйти на безубыточность, необходимо перевозить почти в три раза больше – 65 тысяч. Сейчас несколько сотен специалистов аэропорта обслуживают 1-2 рейса в день. Для сохранения и дальнейшего развития авиасообщения Ивановской области необходимо реализация всего трех составляющих. Это увеличение глубины и ширины маршрутной сети из аэропорта Иваново с привлечением более пассажироемких воздушных судов, восстановление международного пункта пропуска и перевод аэропорта на круглосуточную основу. Перевод на круглосуточный режим работы Павел Коньков назвал необходимостью, как и оборудование пропускного пункта для международных рейсов. Также губернатор обозначил ряд первостепенных задач. На будущий год летаем в Москву, в Санкт-Петербург, в Симферополь, в Казань и в Сочи. Вот это задача. Вот посмотрим, как вы ее совместно реализуете. Необходимо, по мнению губернатора, решить вопрос со столичным железнодорожным сообщением. Маршрутка поезда уступает многократно и по удобству, и по времени с учетом пробок. Павел Коньков отметил, что хотел бы обсудить злободневные вопросы на встрече с новым главой РЖД Олегом Белозеровым. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.